Юлия и Дмитрий Малышкины женаты 15 лет. Познакомились и сыграли свадьбу, когда Дмитрий уже работал водителем на Владивостокском бутащебеночном заводе. Сюда глава семьи пришел сразу после армии, а когда у жены закончился декретный отпуск, привел сюда и Юлию. Она заведующая складом. Ни разу за длительный стаж, рассказывают супруги, не было такого, чтобы заработная плата пришла с задержкой. Мы надеемся, конечно, нас на предприятии здесь устраивает все, работа и все. Надеемся, что все наладится, что все будет хорошо. Сегодня главная проблема в семье Малышкиных – ипотека. С одной зарплаты платят за квартиру, на вторую живут. Пока Юлия была в декрете, с деньгами было гораздо тяжелее. Если завод закроют, как будут делать выплаты по ипотеке, Малышкины думать боятся. Поняли, что стабильность и взяли квартиру, ипотеку. Все было нормально до настоящего времени. У вас ребенок, да? Да, появился ребенок, квартира. До настоящего времени было все хорошо. Сейчас пугает то, что мы обои работаем на бутыщебеночном заводе с женой. И мало того, что мы останемся без работы, мы можем остаться еще и без жилья. 4 августа решением 5-го арбитражного суда Владивостока бутыщебеночному заводу приостановили лицензию на проведение горных работ. То есть вот уже почти неделю предприятие наполовину простаивает. Заниматься своей непосредственной деятельностью, добывать природный камень, бутыщебеночники сегодня не могут. Здесь только перерабатывают сырье, которое успели добыть, что называется, прозапас. Однако хватит этих запасов ненадолго, максимум на 2 месяца. Естественно, люди в шоковом состоянии. У них пропала с этим решением надежда на дальнейшую стабильную работу, стабильное получение финансового источника для содержания семей, для выплат ипотек суд и прочее. За свое право работать на своем предприятии бутыщебеночники боролись как могли. Писали письма президенту Владимиру Путину и полпреду Юрию Трутневу. Устраивали митинг в минном городке, на который вышли почти все работники с транспарантами. А слесарь ремонтно-механического цеха Николай Сайфулин провел одиночный пикет под окнами Департамента природных ресурсов администрации Приморского края. С плакатом в руках, на котором приказ президента не кошмарить бизнес, работник ВБЩЗ весь день простоял возле ведомства. Мы продолжаем бороться и отстаивать возможность жить в заводе и процветать. Поэтому руки мы не сложили и людям пока объясняем, что в панику впадать пока еще рано. Мы приложим все силы, знания для того, чтобы отстоять наше предприятие. Сегодня на БУТО-щебеночном заводе надеются на поддержку новой власти. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко уже дал понять, что не потерпит произвола чиновников и кадровые вопросы будет решать жестко. Об этом говорит и последующее увольнение сразу четырех вице-губернаторов. Управляющий ВБЩЗ Андрей Новиков недавно отнес на согласование в Департамент природных ресурсов уже шестой проект технической документации и попытался встретиться с главой ведомства Александром Коршенко. Однако тот оказался в отпуске, как и многие сотрудники Белого дома. Поэтому работники ВБЩЗ надеются не просто на поддержку нового губернатора, но даже готовы пригласить Андрея Тарасенко в гости на родной завод. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.